Мои дорогие, всем привет! Вы на канале Поля Полянская. Меня зовут Полина, я журналист-профюмерный обозреватель. Сегодня нереально крутой день, и я беру вас с собой. Приятного просмотра! Коротко о погоде. Весь прикол в том, что помимо снега, там лёд. То есть упасть вообще ничего не стоит. Мы посмотрим, расчищено ли... Так, секунду. Вот, видите, там лёд. Расчищено ли в центре. Просто, чтобы вы понимали, что сейчас происходит в Москве. В чём суть? Суть в том, что я продала... Ой, какой ветер! Ладно, давайте я вам здесь расскажу, и пойду уже без вас. Продала некоторые ароматы, и бегу сегодня их отправлять, потому что до этого я работала. Вот сегодня я тоже работаю, сегодня у нас воскресенье. И дабы, конечно же, не задерживать посылки, вот всё, всё упаковано, несу на почту. Я вышла, а на улице уже как будто весна. Короче, какая-то неприятная попала сегодня женщина на почте. Но я думаю, ты не испортишь мне настроение. Не в этот раз, и ни в какой другой. Если честно, поднялся ветер, я сначала думала, что меня глючит. Но сейчас почти пол шестого, и посмотрите, как светло. Какая классная, яркая, сочная картинка. Ну, не сочная, но светлая, яркая. Это значит, что скоро весна. Ой, я прям очень рада. Всё, в Москву уже несколько раз засыпала снегом. Прям по самому не балуй, так что достаточно. Ну что, мы приехали в центр. Делюсь с вами красотой. Не дергаю камерой, чтобы вы тоже могли насладиться картинкой. Большой театр, ЦУМ. Мало театра. Моя звезда сегодня согласилась поехать со мной. А вот и мы. Можно мы? Да, конечно. Сумочки Жак Мьос. В чём суть? Это ЦУМ Коррект. Аля какой-то ресейл направлении. Я вот на эту сумочку смотрела. А я думала взять в самом ЦУМе, но пока просто не знаю. Ой, вот это роскошный цвет. Роскошный, посмотрите. Прям как будто вообще для меня. Вот. Но этот ЦУМ Коррект. Они идут вроде бы без... Короче, нельзя будет вернуть. Это а-ля от Байеров. Но не очень понятно пока. Живой они вообще такие очаровашки. Очень миленькие, все красивые. Мы пока ходим, смотрим. Мы хотим, чтобы первые в этот ЦУМ Коррект. Не знаю, наверное, у меня что вообще случает. Я это многочистое ЦУМочек уже в Ньюс. Сейчас я беру. Прикольно. Это прикольно. Кроссы. Настюки на слабости. Она их обожает. Ух ты. Они, конечно, мужские и большие. Ну, это прикольно. Тут даже Диоры есть. И, в общем, я стала искать, где я могу взять себе сумочку за КНУС. Есть Аскели. Ну, я ни разу ничего не брала. Есть Икспекс с чудесным магазинчиком на Батриках. Это я была один раз, мне там понравилось. Но у них какие-то нереально высокие цены на сумки, которые уже кто-то носил. Ну, и в общем, что? В Икспекс очень высокие цены на сумки, которые до тебя кто-то носил. Ее могли там брать на съемки, как реквизит. То есть она в абсолютно идеальном состоянии, с бирками. Но это не новая, прям новая сумка. Значит, ох. Это вот в самом сумме уже. И что остается? Остается сам сумку, куда я видела, завезли в небольшом количестве сумочки Жак-Пнюс. Либо вот этот сумм коллект. А разница существенная. То есть сумм коллект – это мне сам сумм. И чек мне никто не даст. Я подпишу какой-то договор, ля-ля-ля-ля-ля. Выбор на Асина сегодня. Ну, вот как раз таки в сумм коллекте еще есть всякие сумочки Шанель. Это уже вроде бы не сумка. Это уже просто сумочки Бальмана. Вот это очень красивая. Вот это финирная сумка. Мне очень нравится. Это прикольно. Смотрите, какая классная сумка. Это Марк Джейкобс. Он мне очень нравится. У нас у нее есть такая тоутбек. Очень красивая. Так, ну я вижу цель, не вижу препятствий. Вот он Жак-Мюс. И вот малышка. О, какая она маленькая в жизни. Это уже новый Жак-Мюс. То есть это уже именно в ЦУМе. Не ЦУМ коллект. Вот это, кстати, мне очень понравилось. Она видит, что маленькая и замшевая. Ну что-то у нее есть. Ехала. Вообще я ехала вот за эту сумку. Это она такая маленькая в жизни, честно говоря. Она прям очень маленькая. Ручка мне нравится. А, не что, она не гада, но нашла себе косметичку. Ну вот это мой размерчик. На нее точно все влезет. Это Дольче Габбана. Вау. Короче, я разузнала. ЦУМ коллект. Это вайер, который привозит в ЦУМ товар. И ты в частном порядке покупаешь то, что тебе нравится. Часть представлена в самой ЦУМе, а часть нужно как-то там заказывать, читать, вот что-то такое. Настуха немного стремается, что я снимаю. Они так на меня смотрят. Пятый день рождения. Кто-кто-кто? На тиктокерше. Подарила себе в Париже сволочку Шаммаке. Вот такой вот. В общем, все, я перестаю быть парфюмерным вызывателем. Становлюсь модным блогером. Потому что я же сегодня не буду тестировать ароматы. Просто не успеваю. Короче, я посмотрела на то, что предлагается мутин. Вот ты видишь цены, ты понимаешь, на что ты готов, на что нет. Качество. Они такие, как будто кто-то для меня носил все поцарапанные. То есть там, в принципе, нежная такая кожа. В ЦУМ коллекции как-то полуприятнее. Сейчас поднемся, посмотрим айфоны. И потом посмотрим все-таки именно в ЦУМ коллекции, что привезли байера. Вот, кстати, очень популярные сумки дизель. Такие, конечно, очень хайповые модели. Вот это раньше было вообще не на ИС. Сейчас на ИС спокойно можно прийти в ЦУМ взять. Прикольно. Вот, чё, к нему, в ЦУМ еще представлены очки. Вот эти безумно красивые, но тяжелые. Такой выбор небольшой. Ну что, муки выбора. Это просто я. Есть вот такая. Это модель Le Grand Bombino, которую я больше всего хотела. Le Grand Bombino. В общем, есть потемнее. И есть вот этот потрясающий цвет. И риски. Боже, как мне нравится. Знали бы вы. Но как будто вот что-то меня смущает. И все мне сказали. И вы в блоге не писали. И мои мне сказали, бери потемнее. А мне как будто даже больше нравится и риска. Ну, это прям такой супер не универсальный цвет. Это вот серия купить такую розовую функу. Это, конечно, больше база. Так, ну что, спустя просто 300 часов я решила брать вот эту. Хотя это очень красивый цвет. Но это, конечно, смотрится круче. Красиво. Короче, смотрим и смотрим. Честно, это она симпатичная. Но, не знаю, как будто вот, знаете, бывает такое, что ты смотришь на вещь и понимаешь, что это не твое. Это мне все равно не нравится. Я прям все равно не нравится. Оно с нюансами. Ну что, вот они мы. И этот влог неожиданно будет состоять из двух частей. Потому что сумки не оказалось. А та, что была, была с дефектом. Я нашла очень красивую крокодильную голубую сумочку. Завтра я вам тоже ее покажу. Ну что, мы на шаболовке. Что я вам скажу? Я не стала брать сумку сегодня. Почему? Потому что она была с дефектами. Она была с нюансами. Если вы не знаете ничего про бренд Jack News, то я вам скажу. У него большая часть сумок, она с нюансами. И очень-очень много вокруг этого споров, скандалов и так далее. Потому что сумки стоят дорого. И когда ты покупаешь ее в Европе, например. Так, я вообще снимаю? Да, снимаю. Когда ты покупаешь ее в Европе, и ты живешь, да, например, в Европе. Если тебя что-то вдруг смутит, ты там оправляешь возврат и так далее. В ЦУМ коллекте такого нет. Ну, в ЦУМе самом, наверное, есть. Но вот в этом байерском секторе такого нет. То есть я покупаю один раз. Все, считайте, такая Париж за ней слетала. И у меня потом ее никто не примет. То есть я сразу оцениваю состояние сумки. И если я сама изначально соглашаюсь на брак, это исключительно мои проблемы. Я со всеми посоветовалась. В Телеграме тоже выставила картинку Телеграма у нас в поле. И, конечно же, 50 на 50 кто-то проголосовал за бежевую такую. Ну, она ириска, такой цвет классный. Кто-то за вот эту коричневую. Коричневую. Так, вот она. Шаболовка. Здесь я стажировалась и, ну, в общем-то, работала. Сколько вопросов в этих нас тут было или сколько там вопросов от Бога? Да, здравствуйте. Это моя хата. Я, да. Короче. И что? И черную я не хочу. Мне очень нравится черная сумка. Я вообще люблю черный цвет. Но у меня много. Так, у меня много черных сумок. Я подумала, пусть это будет какой-то особенный. Да? Я сразу так сказала. Коричневая с белыми швами. Коричневая с белой строчкой. Давай. Спасибо. Ты не упадешь? Нет. А коричневая с белой строчкой мне не очень нравится. А съемки? А? Короче, коричневая с белой строчкой мне не очень нравится. Я не знаю почему. Ну, как будто это выглядит как-то в моей голове, моими глазами. Не очень аккуратно. Не знаю. Мне просто не нравится. Хотя, безусловно, красивый цвет. Вот этот цвет риски, он роскошный. Он в разы лучше, чем на фотке. Знаете, как вот. Он на фотографии лучше. Вот так же эта сумка. Но по бокам я прикреплю картинку. Там был такой нюанс. Эта сумка абсолютно новая. Ее только вот привез их байер. То есть это новый товар. То есть я заранее, сразу же, изначально покупаю товар с нюансами. Вот. Короче, все к чему. Человек осторожно. Продолжаем. А все к чему. Все к тому, что я посоветовала тебя. Я, честно, была готова его взять. Потому что я как-то себя успокоила тем, что у него большая часть сумок хватает с нюансами. Но в итоге мне завтра с дальнего склада привезут 4 новых тоже сумки в таком же цвете. Я еще раз посмотрю. Я пересплю с этой мыслью. И, возможно, завтра случится покупка. А сумки Жак-Нюс я мечтаю с курса, наверное, со 2-го, с 3-го. Ее раньше можно было взять просто в ЦУМе. Но это было очень сложно. То есть ее практически никогда не было в наличии. Потом Жак-Нюс от нас официально ушел. И вот сейчас что-то где-то можно взять, можно найти. Короче, мои дорогие, как-то так. Следующее включение. Мы сейчас идем к дедушке нашему. Подумали, а почему бы и нет. А французы к нему приезжают сегодня ночью. Они во Франции сейчас едят в устрице, отдыхают. Ну вот. Мне кажется, ты очень низко снимаешь. Короче, мы решили уйти. Он сказал, что нас на корме. Ну извините, я пойду и иду. Мои дорогие, как и так. Я вас люблю, целую. До встречи завтра. Всем пока. Получилось. Короче, мы у деда бываем не очень часто. И только когда очень голодный. И мы знаем только то, что он живет. Ну, с какой стороны все. И кот ничего не знаем. Короче, нам открыл какой-то его сосед. Так, ну что, вот они мы. Мы встретились с дедом. Это вечер того же дня. Нам попался очень классный таксист. Вот эти все 25 минут, что мы ехали. Мы просто с ним все обсудили. Вот все, что могли. Я сказала, что я работаю в глянце. Знаете, чтобы вопросов не возникало. Он такой, ну что, вы как, нормально отдохнули? Я говорю, а я не отдыхала. Я работала все выходные. Он такой, а вы точно москвичка? Я говорю, да. Ну что, у нас второй день. Мы приехали в XBX. Вот она моя красотка. Я приехала за ней. Давай, смотри. Спасибо. Со мной, Настюха. Очень классный бутик на Патриках. Я здесь уже второй раз. Ну что, вот она. Вот она идеальная моя. Есть с золотой фурнитурой. Но теперь уже нет, потому что я ее сегодня возьму. И есть еще с серебряной. Вот. Но вот такую именно я и хотела. Хорошо, что вчера не стала брать в ЦУМе, потому что там все-таки было не то. Хотя тут тоже такой цвет карамельный есть. И видите, вот здесь по бокам все идеально. Потому что в ЦУМе вчера возникли вопросы. Ну что, всем привет. Я в XBX. Это уже второй день. Вот она моя красотка Жак Мюз. Здесь вообще как все работает. Некоторые сумочки есть прямо в зале. Но также, если вы попросите, вам принесутся склада. Очень красивый бутик. Он прямо на Патриках. Это прямо красиво. Вот она моя сумочка. Ну, я не все-таки фэшн-блогер. Могу вам просто показать, что здесь есть. Но у них есть сайт. Поэтому вы можете посмотреть на сайте. Короче, я сейчас буду примерять вот эту сумку. И я думаю, что мы больше, наверное, даже ничего смотреть и не будем. Потому что я ехала целенаправленно за ней. Ну, я вам уже показала. Вот это, кстати, красотка Диор. Очень красиво. 180 тысяч. Я вообще изначально хотела всегда вот такую сумку Жак Мюз. И здесь представлены еще с серебряной надписью, с серебряной фурнитурой. Но я вообще больше люблю золото и золотую фурнитуру. Будем верить. И вот зал X-Bags с более премиальными вариантами. Это Hermes сумочки. И тут Chanel. Chanel Boy. Какие-то более классические варианты. Вот это, кстати, мне очень нравится. Вот это тоже красиво. Смотрите. Такая. Красиво. Мой верный помощник, ассистент, менеджер проверяет, точно ли все нормально. Ну нет, она идеальная. Она идеальная без вопросов. Да. Прям идеальная моя. Давай, будем примерять. Такая, какова. До конца месяца уставились, потом их можно приобрести к тому же желанию. Сейчас мы просто даем вам подарок. У нас такие вот пакеты. Спасибо. С коллаборацией. Как прикольно. Спасибо сюда. Спасибо вам. Спасибо вам. И вам. До свидания. Так, ну чтобы посмотреть, какой тут нарядный пакет. Это коллаборация с художницей Дашка Монашки. Я, честно, про нее не знала ничего. Но про нее знает Настя. Вот. Так что такие теперь эксбекс пакеты. Все, спасибо. Все, девушка, прошу вечера. И вам. До свидания. Настюшка моя любимая. Это талисманы. Это талисманы, да. Это самая лучшая сомка. До свидания. До свидания. Ну что, мы выходим из эксбекс. Та-да-да-да. Я, честно, даже просто уже не хотела вам вначале показывать, куда я иду. Потому что я поняла, что когда я говорю по влоге, что я хочу пойти купить то-то-то, случается какая-то хрень. Мне ничего не нравится. Нет того, что мне нужно. Так, ну теперь у нас что? Давай гулять. Давай. Мы на Патриках. Сейчас еще даже нет. Мы не съем. Даже нет десяти вечера. Так что мы можем гулять. Я бы предложила себе зайти поесть куда-нибудь. В Макдон-Ульт. Кстати, ты зря смеешься на Пушкинской. Самый большой. Самый большой, да. Я знаю. Патрики. Настюшка. Ой, красота. Космотека. Нет. Вы бы видели мое лицо сейчас. Я, которая не знала, где лучше зайти, в космотеку. Такая космотека. Ладно, мы не пойдем. Мы не пойдем, потому что у нас не очень... Нет. Мы не пойдем, потому что я не собираюсь сейчас ничего брать. Все. Поэтому мы не пойдем. У нас не осталось денег. Но если бы я была сейчас одна, я бы зашла и что-то себе взяла. Поэтому хорошо, что ты со мной. Я не хочу. Не хочу. Все. Мы пойдем сейчас поедим что-нибудь и, наверное, закажем таксистку. А может, придемся до метро? А почему бы и нет? Экскюзи муа, а как попасть? Ну, ладно, перестрахуемся, не пойдем. Смотри, вот тут. Вот тут, да. Честно, иногда прям приятно пройтись по Патрикам. Иногда прям это очень так. Пошел с походом за этим ресторан, посмотреть на меню и уйти. Тебе надо не поражать. Почему? Можем пойти поесть. Но если там нибудь Сезаря с креветкой. Ну, значит, в этом не вон здесь. Какой-то рейстик. Знаете, мне подозрительно кажется, что вот эти синие двери – это молекула. Да, это молекула. Мы не пойдем в нее. Просто я запомнила, потому что я высокого роста, я метр семьдесят семь где-то. Ну, это так, достаточно напряженно. Я прохожу, но мне страшно. Поэтому я запомнила, что вот у молекулы такая история есть. Вот. Такой милый подъезд. Так, ну вот она молекула, моя любимая, на патриках. Мы в нее тоже не пойдем. Мы не планировали. Не пойдем в молекулы? А зачем? Вот она я с пакетиков. Мне ничего и не нужно. Ну, я реально, я очень рада. Это, знаете, это моя мечта со второго курса. Настюха, ты молодец. Настюха привела нас к этому магазину. Она такая, он тут рядом. Я говорю, ну давай зайдем. Давай. Открыто еще, мы успеем? Ну да, еще 30 минут. Ну да. А рестораны до скольки? Макдональдс до ночи. Вот, как тут красиво. Добрый вечер. Так, древесные, свежие, сладкие. Слушайте, сладкие. Чтобы вы понимали, все в итоге закончилось тем, что я вышла на крыльцо. Тестирую новый аромат вот в этом магазине. Выбираю между вариантом с орхидеей, который мне давно нравится, и black ветивер. Вот, мне очень нравятся оба аромата. Пока думаю. И на правой запястии я нанесла что-то, не помню, честно, уже что. Ну, как-то, не значит, не впечатлило. Спасибо большое. Спасибо большое. Если у меня же не чай, дядя, что-то надо. Спасибо. Плохо. Мы с тобой на стену любимые дырки взяли, потом нам еще такую косметичку дали, она от 10 тысяч идет. Я взяла себе крем и взяла себе новый аромат. Я уже в кружке отсказала. Вот он мой новый аромат. Все-таки долго думала, взяла с табаком. Патриарши придет, заставляет нас тратить деньги. Обзор наших покупок. Давай. Вот они замерзшие. Подарочная косметичка. Да. Дальше. Black Vanilla 50 миллилитров. Настин любимый аромат. Да. Потом Полина. Два продукта. Крем для рук. Ой, колечко снимается. Орхидея Vanilla Ambra. Амбра. Я хотела взять такие духи, но меня что-то смущает. Поэтому я взяла духи другие, а такой взяла крем. Да, меня тоже смущило. И табак Эмбер. Очень классный аромат. Я его сфоткала, выступлю в Алмаз-Поле. Ну что, такой вот у нас сегодня классный день. Редкий случай, чтобы на маяковке были свободны качели. Они всегда заняты. Ну что, прах. Редактор субтитров А.Семкин.